Добрый день, дорогие друзья! Люди часто спрашивают, каким образом можно удалить камни в желчном пузыре без операции, без удаления желчного пузыря. На самом деле все достаточно несложно. Но в первую очередь нужно, я хочу сказать о том, как предотвратить образование камней. Почему? Потому что камни образуются в желчеводящих путях, в желчном пузыре по одной простой причине, что происходит спазм желчеводящих путей, спазм этого самого пузыря. Ну, наверняка, многим из вас делали УЗИ или на МРТ, и говорили, у вас желчный пузырь в форме песочных часов. Почему это происходит? Элементарно просто. Потому что в желчном пузыре, как и в желчеводящей системе тоже, как и везде, у нас есть мышцы. Соответственно, когда эти мышцы спазмируются, они идут не так вот кругом, а вот так вот винтом. Соответственно, когда они спазмируются, желчный пузырь из вот такой формы, вот спазмируется, вот превращается вот в такую форму. То есть он как раз и образует форму песочных часов. И это не есть какая-то структурная перестройка изменения, это просто-напросто мышечное напряжение. Мышцы расслабятся, и он опять будет кругленьким и нормально, как обычно. Но опять-таки врачи об этом забыли давным-давно. И они серьезно думают, что диагноз, даже диагноз ставят, желчный пузырь в форме песочных часов. И они думают, что если он в песочные часы, значит он вот так вот на всю жизнь, вот так и будет. На самом деле, друзья мои, знайте, это просто-напросто спазм мышечных волокон в желчном пузыре. И расслабить эти волокна элементарно просто. Как? Нужно взять правую руку, взять конкретно третий и четвертый палец на правой руке, на правой, тыльной поверхность, и от ногти вниз по тыльной поверхности пальчиком другой руки вот так 20, 30, 40 раз вот так провести. В одном направлении от ногти вниз к основанию пальца. Вот таким нехитрым совершенно способом рефлекторно вы расслабляете спазм волокон, мышечных волокон в желчевыводящей системе. И если вы, вот сделал вам УЗИ, например, УЗИ желчного пузыря, сказал, что у вас желчный пузырь в форме песочных часов. Вот вы тут же прям при нем можете вот это вот сделать. И через полминутки он повторит, еще раз вам сделает УЗИ, и желчный пузырь будет уже обычной нормальной формы. Вот так просто убирается напряжение вот этих самых волокон. А почему они напрягаются? А напрягаются они потому, что мы нервничаем. Потому что желчная система, недаром же говорят, желчный человек, да? Почему? Потому что желчный человек – это человек, который много нервничает. Вот. Именно вот это. Поэтому, когда мы нервничаем, у нас как раз и происходит напряжение мышц в желчевыводящей системе. И именно тогда вот и происходит вот эта вещь. Именно тогда нарушается отток. При напряжении вот этих вот мышечных волокон в желчевыводящей системе нарушается отток из желчного пузыря, отток желчи. А желчь у нас перенасыщенный раствор. Соответственно, он должен течь. А если он не течет, то он начинает выпадать в осадок, как любой перенасыщенный раствор. Именно это вот выпадение в осадок и есть камнеобразование в желчном пузыре. Вот как все просто. То есть камни образуются в желчном пузыре из-за того, что мы нервничаем. Из-за того, что спазмируются желчевыводящие пути. От того, что мы стрессуем. Значит, что нужно сделать, чтобы не было камней? Правильно, не нервничать. Или, если уже нервничаете, то отрабатываете свои стрессы физической нагрузкой до пота. Не обязательно там идти в тренажерный зал и там 3-4 часа качаться в тренажерном зале. Нет. Достаточно просто вспотеть. За 5 минут там взяли полы интенсивно помыли. Все, вы за 5 минут вспотели. Вы стресс отработали. Этого вполне достаточно. И тогда не будет у вас камнеобразования в желчевыводящей системе. В желчном пузыре. Но, если камни у вас уже отложились, как-то их нужно убрать. Наша медицина знает и применяет только один единственный метод борьбы с камнеобразованием. Это что? Это удаление желчного пузыря вместе с камнями. Ну, типа того, что он неважный орган. Он не очень нам нужен. Жить без него можно? Можно. Ну и давайте мы вам его удалим и все. Все равно жить будете. Да, жить будете. Но жить будете совершенно по-другому. Как правило, удаление желчного пузыря нарушает нормальную работу всех органов пищеварительного тракта. Почему? Потому что выделение желчи, именно желчный пузырь как раз и стимулирует нормальную работу наших внутренних органов. Органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если вы его удалите, ничем хорошим вам это не обернется, поверьте мне. А плохим обязательно. Так вот, что, соответственно, сделать? Как можно убрать камни, не удаляя желчные пузыри? Да элементарно просто. Есть способ камни растворить. Раньше был препарат, который так и называется. Лито-лизин. Литос по-латински это камень. Лизис растворять. То есть, это препарат, травяной препарат, который растворяет камни. Где-то там 27 или 29 трав было в этом препарате. И этот препарат камни растворял. То есть, человек начинает принимать этот препарат, и он растворяет камни. Этот препарат очень хорошо работал, когда он был в жидкости. Прямо продавалась такая бутылочка с этой темной жидкостью. Настой вот этих трав. И, соответственно, человек принимал этот препарат, и камни растворялись. Теперь фирма, которая выпускает этот препарат, ну, так мягко скажем, решила слукавить. И начала выпускать его не в растворе, а в таблетках и в капсулах. Почему? Потому что им так выгоднее, потому что это много-много дороже. Но практика применения показала, что на самом деле в капсулах и в таблетках этот препарат вообще не работает. Я не знаю почему. Может быть, они состав поменяли, может быть, еще что-то. Но этот препарат в таком виде перестал работать. Мне уже море пациентов об этом рассказывали. Как я узнал об этом препарате вообще от людей, от своих пациентов, так и сейчас от них же я узнаю, что препарат в капсулах и таблетках не работает. Но как вы можете из этой ситуации выйти, все-таки растворив свои камни? Я думаю, что несложно. В интернете остался состав этого препарата. То есть, те 27 или 29 травок, которые входят в состав этого литолизина, там есть этот состав. И я думаю, что совершенно несложно взять и самому собрать эти травки. И самому сделать настойку на этих травах. Вот и все. То есть, вы сами как бы создаете этот препарат для себя, для своей пользы. Сами его применяете, и он растворяет камни. Вот таким совершенно нехитрым способом, ну, немножечко нужно, конечно, потрудиться. Во-первых, найти состав эти 27 или 29 трав. А во-вторых, собрать их. Но я думаю, что это небольшая проблема. И в-третьих, нужно сделать настойку самостоятельно. Вот и все. Вот так, друзья мои, вы можете сами справиться с камнями в своем желчном пузыре. Не удаляя его. Дорогие друзья, я с радостью сообщаю вам, что у нас открылся клуб в школе здоровья. В этом клубе я вас возьму за руку и проведу по всем темам восстановления вашего здоровья. Пожалуйста, приходите к нам в клуб по этой ссылке или по вот этой ссылке. Всего доброго, до встречи в клубе.